Всем добрый день! Сегодня поговорим о пользе и вреде белого чая. Сегодняшняя наша тема посвящена тайнам белого чая. Мы узнаем об огромной пользе чудесного напитка и о том, существует ли вред этого чая. Много веков назад в напиток китайского императора по счастливой случайности упало несколько листков с чайного куста. Сделав глоток, правитель был поражен бесподобным вкусом белого чая. В дальнейшем изучение этого напитка позволило ученым поведать миру о пользе и вреде белого чая, его свойствах и о многих других тайнах, связанных с прекрасным императорским напитком. Всеми этими знаниями мы поделимся сегодня и с вами. Первые столкнувшись с названием белый чай, вполне логично, что человека заинтересует, почему этот чайный напиток именуют белым. Такое название он получил благодаря необычному процессу окисления, ферментации, получая всего лишь 5-7% ферментации. Выращивают чайные кусты в провинции Фудзянь. При этом белый чай чаще всего подразделяются на несколько видов. Байхао Инчжэнь, что означает «беловолосые серебряные иглы», наивысший сорт, состоящий из цельных почек, похожих на иглы. Пайму Тан, белый пион, также относится к элитному сорту белого чая, состоит из листочков различной степени окисления и белых почек, цвет у него неравномерный. Шоу Мэй, брови старца. Самый простой сорт, состоящий из нецельных листочков. Существуют и иные сорта белого чая. При этом стоит отметить, что цена у данного вида чая отнюдь не маленькая, но по заверениям любителей чайных напитков, она того стоит. Как именно осуществляется сбор и производство белого чая, никто, кроме определенных людей, посвященных в это дело, не знает. Известно то, что дважды в год, в апреле и сентябре, едва первые лучи солнца появятся на горизонте, листочки чая начинают аккуратно собирать вручную. Сборщикам этого растения за два дня до собирания листиков категорически запрещается алкоголь и табак, дабы чайные листочки не впитали в себя неприятные запахи. Даже непогода не мешает сбору белого чая, однако цена чая возрастает в несколько раз. Производство белого чая подразумевает использование здоровых молодых листиков и почек. Данные составляющие выдерживают на водном пару не более 60 секунд, затем их сушат в печах или духовых шкафах, созданных специально для ферментации чайных листочков. Будучи в сухом виде белый чай, по внешнему виду похож на зеленый чай, однако при заваривании он дает бледный цвет. Проходя процесс ферментации, растение сохраняет больше своих полезных качеств. В его составе присутствуют больше, чем в винных сортах чая, полифенолы, которые являются самыми мощными антиоксидантами на сегодняшний день. Поэтому напиток считается прекрасным средством, способным предупредить раковые заболевания, особенно это относится к онкологии молочных желез и толстой кишки. Белый чай полезен при заболеваниях сердца и сосудов. Он хорошо освобождает стенки сосудов от вредного холестерина и является самым лучшим защитником от сердечных болезней. В состав также входит огромное количество фтора, отлично предотвращающего развитие кариеса и зубного камня. Эфирные масла, преобладающие в растении, позволяют дать чаю мощный охлаждающий эффект, что прекрасно утоляет жажду в знойную погоду. Входит в состав чая и эластин, справляющийся с ранним старением организма. Чайные листочки укрепляют иммунитет, имеют очищающий и антибактериальный эффект. Выводят с организма все вредные и ядовитые вещества, что помогает в снижении веса. Учеными было выявлено, что он обладает способностью ликвидировать жировые клетки, поэтому всем желающим вернуть себе прекрасную фигуру рекомендуют пить именно полезный белый чай. Листочки белого чая в большом количестве содержат витамины А, В, С, Е и Р и биологические вещества, а их польза способствует нормализации давлению, снятии усталости, успокоению и избавлению от стрессов и депрессий. Этот сорт чая содержит наименьшее количество кофеина, что не мешает его пить в вечернее время. Большой процент присутствия в растении витамина Р помогает быстрее затягиваться раном, свертываться крови, в кратчайшие сроки восстанавливать силы и возвращаться к обычной жизни после болезней. Начиная с глубокой древности и по сегодняшний день белый чай пользуется огромным уважением и почетом у китайских жителей, так как часто напиток применяют при излечении простудных и иных инфекционных заболеваний. Небольшая пауза для отдыха глаз и тренировки осознанности. Прикройте глаза, расслабьтесь и вспомните. А не забыли ли вы поставить лайк под этим видео, а главное подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы присоединиться к нашему сообществу мудрых, добрых и постоянно развивающихся личностей. Чаще тренируйте осознанность. Всем добра и мудрости. А мы продолжаем. Китайский белый чай является одним из самых дорогих сортов чая в мире. При этом не так давно напиток могли позволить себе только правители Китая и их приближенные. Стоит добавить, что именно императоры Китая являлись настоящими ценителями белого чая и тщательно хранили все его секреты. Тайной белого чая считается не только его необычная процедура сборки и производства, но и то, что его полезные свойства меняются в зависимости от вида чая. Он обладает очень тонким ароматом, сочетая в себе комбинацию цветов и фруктов. Белый чай способен как расслабить, так и дать тонус организму. Всего лишь одна чашка грамотно заваренного волшебного напитка поможет избавить человека от усталости и напряжения. Он благотворно воздействует на наше эмоциональное состояние, давая нам уравновешенность и восточную рассудительность. Чтобы наилучшим образом почувствовать все свойства божественного напитка, его не только надо заваривать согласно всем предписанным правилам, но и пить отдельно от трапезы, при этом без добавления каких-либо других ингредиентов. Чтобы заварить белый чай, следует подготовиться к самому настоящему восточному ритуалу или даже чайной церемонии. Если напиток будет правильно заварен, то вы сможете ощутить мягкий вкус, неповторимый аромат, огромную пользу и осознание, что не зря потратили большую сумму на его приобретение. Для получения всех важных качеств белого чая заваривать его необходимо именно родниковой водой, то есть вода из водопровода, либо отстоянная, не подойдет. Родниковая вода позволит максимально прочувствовать вкус китайского чая. Если такая вода найдена, то заливать листочки чая необходимо водой, температура которой равна 70-80 градусам. Листочки категорически запрещено заваривать крутым кипятком. А все потому, что молодые почки очень быстро распускаются в воде и также интенсивно отдают присутствующие в них полезные элементы. Залив их крутым кипятком, мы их просто сварим, и пользы будет ноль. Чтобы определить температуру воды без градусника, дождитесь первых крупных пузырей на кипящей воде, снимите чайник и заливайте листочки белого чая. Другими словами, не дайте воде полностью закипеть, но если это произошло, оставьте чайник на 10 минут для остывания. Существуют и прямо противоположные источники, уверяющие, что заваривать белый чай необходимо крутым кипятком. Здесь решение остается за вами. Но для облегчения ситуации заварите 2 чашки белого чая, одну крутым кипятком, а другую по вышеописанному методу, и сделайте свой выбор, взяв за ориентир вкусовые качества напитка. Но, естественно, пользы будет намного больше в менее горячем рецепте. Если вы до конца желаете следовать китайской чайной церемонии, то заваривать белый чай потребуется в небольшом чайнике, именуемом гайвань. А чтобы листочки не попали в чашки, возьмите чайная ситечка. Помимо этого, вам понадобится еще один чайник без крышки, называемым у китайцев чайником справедливости, и миниатюрные пиалы, откуда вы и будете пить философский напиток. Вся посуда перед завариванием обдается кипятком. Затем в чайник насыпают заварку из расчета 3-5 грамм на 150 миллилитров воды и заливают некрутым кипятком. Однако пить это не следует. Его задача – промыть и оживить чайные листочки. Немного подержав заварку белого чая в теплой воде, слейте всю жидкость без остатка. Позвольте чайным листочкам получить воздух и понаблюдайте за ними. Если листочки раскроются, значит чай настоящий. Если останутся нераскрытыми, то это подделка. Далее в гайвань заново налейте воду и оставьте заварку на 2-3 минуты. Затем приступайте к чаепитию. Более длительное заваривание придаст чаю горький вкус, поэтому старайтесь его не передерживать. Используя ситечко, перелейте белый чай в чайник справедливости и можете разлить напиток по пиалам. Приступая к чаепитию, задержите пиалу в руках. Полюбуйтесь чаем, вдохните его аромат, смотритесь в его цвет. Все это позволяет китайцам получить массу удовольствия от питья белого чая, так как происходит единение с природой и человеческий разум посещают великие философские мысли. Особых противопоказаний и вреда у белого чая не существует, однако им, как и другими напитками, не стоит злоупотреблять. Если вы склонны к аллергии, то обязательно проконсультируйтесь с врачом, чтобы не возникло тяжелых последствий. Все-таки напиток экзотический. Наоборот, в Китае польза и вред белого чая даже не обсуждается и не подвергается сомнениям. Он действительно считается эликсиром молодости и долголетия, а его тайны полностью не раскрыты по сегодняшний день. Но самый важный его секрет уже известен. Божественный напиток способен защитить человеческий организм от самых страшных заболеваний, а значит, подарить долгую жизнь и сохранить внешнюю и внутреннюю молодость. Наслаждайтесь этим прекрасным напитком. Обретайте восточную мудрость и здоровье нации с официально самой длинной продолжительностью жизни на Земле. Будьте всегда здоровы, чего мы вам и желаем. А также, если вы хотите подробнее узнать и о других сортах чая, советуем прочесть о пользе и вреде зеленого и черного чая или целебных свойствах горячего имбирного напитка, а также чая с молоком, медом и многими другими подобными натуральными добавками. На этом все. Желаем вам крепкого здоровья и самых добрых дел. Но на этом еще не конец. Вернее, все только начинается. Большая просьба именно к тебе лично. Не забудь подписаться на этот канал обучения, общения и саморазвития, чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее, развиваясь вместе с нами и нашими экспертами. А главное, общаясь с огромным сообществом, развивающихся в разных направлениях людей, среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами, которые будут тебя мотивировать к новым достижениям. Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях. И, конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео, рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео. Напиши свое мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто, ведь мы читаем все комментарии. Поддержи нас и развивайся вместе с нами. Ну и, конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт «Портал обучения и саморазвития», где можно найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдешь там же и ссылочку на пожертвования и помощь каналу. И главное, не забудь поделиться этим видео с друзьями. Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу. Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру. А на этом будем прощаться. Рекомендую посмотреть и другие видео, в том числе на непривычные для тебя темы. Важных направлений саморазвития на самом деле очень много, поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов, чтобы каждый мог найти нужное, а также имел возможность развиваться в разных темах, а не только зацикливаться одной, сужая тем самым свое видение, мышление и мировоззрение. Естественно, желаю тебе в любом случае мудрости, любви, успеха и всех остальных благ. Хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня. А сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни. Или, чтобы стать еще мудрее, переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех, которые ты сейчас увидишь перед собой на экране. Всем добра! Субтитры создавал DimaTorzok